всем привет ну что друзья подком подходим уже к блошиному рынку как и обещали прошлом видео надеюсь что-то интересное здесь будет колоритное место такой мост красивый пошли быстрее машины пропускают здесь кстати очень классно пропускают в эляйне в дубае в аму-даби так не пропускают но но очень редко но можете случайно попасть под колесики трамвайчики автобусики да давай посмотрим сейчас отбегаем пробегаем вот такой вот так пошли то машина уже застряла уже хочет ругаться так ну вот вы на flea market и интересно flea market блошиный рынок он так и называется flea market ой даже не знаю куда идти куда вы пошли я даже не знаю что это где наташа вот телефон хорошо да позвонишь расскажешь как у тебя дела наверное позвоните у меня дела просто у меня нет роуминга не знаю как я позвоню головы будет всякие стеклетки а вот теперь солнце припекает и жарко дальше с 1 у блайдер наверно ну сначала постараюсь показать вам по максимуму надеюсь вам интересно пока разрешают снимать хотя в принципе это реклама для людей чтобы не разрешать кубки всякие вазы ну интересно сейчас наверно отойду одену блайдер снова включусь раздеваемся одеваемся я разделась вообще полностью просто сняла очень жарко блайдер дело очки сняла идемте дальше кто вообще бывал и на блошиных рынках все смотреть на не знаю пластинки есть вот еще есть велотренажер что-то высмотрела ну давайте что это крючки обыкновенно это как чай красиво прикольно а это что столовое серебро и что есть думаю что я не знаю лежали бы какие-то алюминиевые вещи зачем много людей смотрит торгуется пинцетик что-то брать как пинцетик ну наверно брать какие-то пирожные пластиночки кому надо ух большой такой рынок кстати вон еще овощи продаются кофе продается вон много всего не только всякие интересные древние вещи наташа там основательно а нет уже все идет идет наташа вот такие штучки есть шарфик футбольный вижу сборной польши раньше собирают такие сейчас уже просто и не влазит и некуда вешать что-то даже сейчас чувствую найдет и купит главное чтоб хватило в чемодане довести красивые всякие такие вещи есть ну вопрос довоза наташа молодец по крайней мере подходит и смотрит что это ронцов выбирает квартиру хочешь купить на барахолке было бы здорово а по куда это все поставить на хороший вопрос куда все поставить ну то вообще немножко такая чепуха ерундень ну как понятное дело что такое тоже продается на игрушки очки так себе слабенько светофор на светофор повесили прям светофор чем работает вроде как интересно так возвращаемся к наташу все таки все надо интересные вазочки и все остальное то что мы снимали то пошел уже поплачу вы снимаете вы хочет у вас эксклюзив тут какой-то нет а чего вы снимаете но мы так поняли что хочу вы снимаете а чё нельзя мужик что у тебя такое узоры ковров какие-то перспективные это конечно тяжело снимать делать видео потом тебе от не снимай ну блин чё за люди такие мы же вам рекламу делаем господи блин я не расстраиваюсь все нормально не первый раз сколько у нас в дуба и останавливали вот такие вот интересные всякие украшения может часы даже было бы интересно пытание в том что он у меня в принципе ничего не трет это реально барахолка ну да это вот смотрите ту штучку барахолка немножко получше то что брать то ей не знаю какой-нибудь фрукт какой-нибудь гитара кстати есть она уже не эксклюзив ну да там где польский шарфик был эксклюзив когда вообще там как бы скрипка есть просто как-то я представляла себе что интересно попасть сюда красиво показать люди на настройках пока люди не снимайте ну и ладно все равно снимаем фигурки прикольные заходишь на родину заход ему на наташу позвал говорит смотрите о красивые какие жаба ведь почивая и столетик автоматик это вот прикольные такие подарочки сувенир обезьянки стрелец мой знак зодиака ну что народ купили бы что-то здесь здесь интересные такие всякие шапки с монеткой представляете при какой красивый кому-то красавица правильно делают что приклеивают вообще красиво такой подарок а я тебе привел с подарок с плашиного рынка в кракове представляете какой класс мне вот нравится такой автоматик прикольный брелок папе твоему подарить оружием как увлекается ты что фея фея класс ну прикольно с блашиного рынка подарок фигурки он будет лежать где-то в центре дракончик дракончик кто такой-то за алиски не знаю а сколько вот такой автоматик не покупает только пожар ничего не покупает ну вот так вот да не тут люди ищут это если там например нас есть это собирают суду до поведут это надо разбираться какой там завод какого-то года какая-то чашечка какой-то блюдечка и будут на него пыхтеть я просто думала хотела какие-то интересные часы посмотреть или что-то ручный час так просто ну посмотреть показать честно я хотела и людям показать как бы нам просто он вот посмотреть что такое блошиный рынок музыка красивая на скрипке играет молодой человек да я лучше посмотрю я скрипача покажу сюда интересно людей показывать тоже кашу снимать не я на ну все может быть не на многие люди камере не привыкли а еще наверное думает что если мы на youtube это зарабатываем миллионы такое тоже может быть но бубликин класс это класс бублики это вкусно обязательно попробуем с вами еще бублик здесь вкусно мы его как-то переели в прошлый раз или на четвертинку соль потом это мак что-нибудь еще ну знаешь на 4 штучки взять а то суда не наверное с маком хочу свежий с маком ну ладно всякая такая предельная есть нитки и мясорубки вещи это что фарфор хрусталь не только хрусталь похоже это скорее всего может еще не совсем хрусталь это уже как бы секонд такое понимаю не знаю когда я читала люди писали что такое место такое классное там можно всего много купить интересного у наташа куда-то уже идет даже как что ли просроченная еда наташа любит приколоться да не супчик был вкусный то что мы пробовали в самолете налетели сюда классный суп к нор посуда сюда конечно детства посмотреть показать вам поторговаться ну что-то я пока ничего не вижу и продавцы не очень радуются наши съемки думаешь чего бы это ой наташу потеряла тогда мозг красивый мост толпа людей и маркет здесь это чашечки нравится смотри какие красивые вот это вот это ну просто некрасиво такой наверное из польши не дадут вывести это что-то интересное ну как чашечкам 700 злотых 200 долларов прилично ну что там вы не цикало кто придумал что жемчуг распадается и портится вот это же жемчуг а это жемчуг перла перла кольцо персунек так перл я хочу сказать но это же старое добрый день а це жемчуг перл перла перла а можно подивитись а сколько роков как вы думаете артеку а что называется артеку а идут на артеку 1920 год вот посмотрите а чё да ладно и вот смотри кто придумал что жемчуг распадается сколько стоит на бирочке 800 но это золото 14 14 карат я поняла но это маленькое воно то есть 100 лет кольцу уже 100 лет кольцу ну да прикольно не прикольно 100 лет кольцу ну а чё нет да не знаю вот этому тоже когда-нибудь я не ожидала такого 100 лет кольцу и вот к тому пришло вот вот реально посмотри какое нормальное его ну ну вот что-то интересное я сегодня увидела натуральный жемчуг он не испортился он хороший 14 карат это сколько 585 проба да ты у меня спрашиваешь а це польские как вы думаете франция такая девочка контактная прикольно а деда проба сейчас наташа все узнает и вот тоже вот такой прикольный киоск с позитивными параметры взяли классно а еще он нравится такой сапфирчик что ли красиво я бачу и наверное я бачу а вот во всеоружие красивое кольцо честно какое-то такое с загадкой с историей он все кольцо да и наташа уже другой смотрит что это раута пас что мне она говорит старые диамантовые не знали а ну сколько стоит может 500 на вряд ли за кадр мне еще и посмотрите я через это шумение тоже 14 раз и сколько стоит ну тут 500 можно поговорить это может и натуральный рубин кстати это конечно тоже вот эти как камни с истории просто это сережки это комплект это будет 1800 кулончик не знаю но это может даже не не знаю а что это за камень не знает кварц а варты дымный такой интересно называется кварц дымный да есть такой ураут вам интересно пишите коменту нам будет неприятно если кстати надо любить нас кулончик уже вещи здесь прикольные реально конечно да ну кто это кому нравится кто понимает подошла особенно кольцо с жемчугом по жемчугам очень аккуратненько ночи на самом деле теперь нам записничок показывают это на бал записывали только войске с кем зачем память себе это больно это сильная такой старинная больно а это польский тоже франция 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 и сколько вы хотите это просто класс это красота дзенкую дзенкую еще вошли в самый внутрь военные пользуются вот всякими да каски там всякая экипировочка монеты пользуются и дальше уже просто рынок 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 такой тоже много всего а вот зачем наташа сюда пришла даже заказ от вязание и хочет найти пару интересных журнальчиков но вот книг очень много у них журналов просто двадцать третий рифов и море море я уже гуляю гуляю на наташа довольно уже полчаса выбирает ну надеюсь скоро выберет а да вот на ваша наконец-то первое приобретение на влашином рынке рассказывает по 2 злотых все стоит 6 злотых всего-то доллар чем-то на полтора доллара наташа очень рано думала по 10 а покажи что это шали это шали но это все крючком я выбиралась у меня значит шали но хочу сказать 2023 2022 год я все смотрю это было 20 назад нашла схема которую она искала на влашином рынке в ракове и довольно да наташа взяла два злотых кому-то подарок покупает говорит покупаю подарок 92 год боже какая красота 2 злотых всего лишь я не знаю я не могу оценить пишите кто знает но что это не нравится ну нравится и цена наверно классная но я такое не свяжу я не вижу потому что это я знаю кому подарить да вот такой вот подарок везем а что это такое было запечатка воина генеральная губерния а вот и часы которые в принципе очень много здесь уже я посмотрела наши детстве на нее не привлекают я в них нарезаю и есть гарни ены о мне нужен такой браслет даже только что мне не подобается вам не нужен такой броню браслету такой нужен который в африке на возвращении из африки или как она называется знаменитая книжка про которую мы рассказывали в кейне на вот это да которая очень почитать реальная история женщины которая жила в кейне африка и фильм есть наконец-то я ее карен бликс и вот на робе дети мы от орешки и это и для ауто в африка до конец подходим укажем то золото к живу так лежало ней а вы схоже на золото ну чё хорошая бюджетерия очень красивая похоже на золото бюджетерия не главное если она даже в возрасте то есть это уже нормально красиво красиво смотрится так что то понравилось такое что это такой полончик но меня нету цепочки да вот цепочку тени не продали у тебя на большой в булочке между прочим пандора да очень тяжело все это гулять и разглядывать честно много много вообще большой рынок только все пересмотрели много всего красивого ну как сказала наташа вы уверены что она вам надо нет колечко понравилось жемчугом просто что на такое вот своему 100 лет что нас историей и просто что женщина приятно что показывает в ней Народ, ну что, такое видео сегодня было, прошлись по рынку, надеюсь, вам было интересно, Наташа купила пару журнальчиков, голова снова немножко болит, да, потому что очень тяжело после перелётов, но надеемся, вам было интересно, нам тоже было, пойдём гулять дальше. Это первый раз на Блашином рынке, надеюсь, всё удалось.